Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Царьград сегодня публикует статью о том, что уехавшая в Израиль Алла Пугачёва запустила процесс очищения эстрады в России. Ну, это действительно, я считаю, что так, потому что, вы знаете, я вчера смотрел клип шамана «Мы» на Красной площади. Но вот в это очень непростое время, когда и радоваться-то ты, конечно, да и не то, что не хочется и не можется. И это, в принципе, мне кажется, это нормальное состояние сейчас. Вот, вы знаете, даже до слёз, честно, я посмотрел, потому что возникла радость. Радость в душе от величия страны, от того, что, наконец, такие исполнители, наконец, такие песни. Какая-то радость, гордость за страну, за то, что поют такие вот ребята, как шаманы, и такие песни, самое главное, которые проникают в душу на самом деле. А ведь 10 лет назад, когда он был в «Х-факторе», она его не пустила на сцену. Наджиев в 90-х годах задвигали, потому что он пел о России, понимаете. А в среде того, что стало известно, что её подружка Вайкуля рассказала, что у неё дядя был эсэсовец, это вообще ужас то, что она рассказала. Вы знаете, ну, разные мысли уже возникают, почему всё на эстраде было построено вот таким путём, как оно было построено. Какое-то, знаете, развели не гламурятник, а какое-то заднеприводное болото какое-то развели на сцене. После своего отъезда в Израиль, пишут СМИ, Пугачёва запустила в России процесс очищения российской эстрады, которая уже не держит в своих руках. Постепенно после начала операции стали уходить со сцены те деятели искусств, которых она поддерживала. Они также, как и Пугачёва, не согласны с властью относительно операции. Большинство из них громко озвучили своё решение и уехали из страны. Значит, издание пишет, что Пугачёва... Зачем Примадонна его пишет, я не могу понять. Пишите фамилию Пугачёва. Значит, в отечественном шоу-бизнесе была тем, кто по её велению мог стать звездой, одновременно тем, кого с лёгкостью она могла убрать со сцены. А сейчас после её отъезда случился процесс очищения. Остались только те артисты, которые демонстрируют свой патриотизм. Много артистов стали исполнить патриотические песни, хорошо зарабатывая на этом. Да я говорю, что всё это было не просто так сделано. Ещё раз скажу, вспомните полтора года назад нашу эстраду. Вываливающиеся тетяндры и рэперы, которые поют два притопа, три прихлопа, разлагая молодёжь. Это ужас вообще просто. Это просто ужас какой-то абсолютнейший. И это же происходило долгие годы, всё это происходило. Поэтому, конечно, я считаю, что то, что сейчас происходит, слава Богу, чтобы всё это приобрело действительно масштабные черты какие-то. Чтобы действительно появилось огромное количество новых исполнителей. Им давали дорогу на телевидение. Да не только исполнителей. Мы можем говорить о телевидении, о театре, о кино. Друзья, что думаете на сей счёт? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закреплённом комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.